Хорошо, друзья, добрый вечер всем, всем таким бойцам, Валентина Валикова всегда присутствует, спасибо большое за поддержку, сейчас у нас большое количество, конечно, людей присутствует в интернете у нас, очень много смотрят нас, но тем не менее пытаемся вот как-то пробиться через барьеры новшеств и нововведений, это очень хорошо. Хорошо, ладно, поехали дальше, да, едем дальше, друзья, для тех, кто будет смотреть в записи, еще раз давайте познакомимся, меня зовут Волков Владислав, я технический университет закончил, сейчас он называется технический университет, так вот в чате кто-то нам написал, видно, слышно, отлично, да, все это Валентина написала, спасибо. Спасибо, руковожу именно направлением нашего прекраснейшего, нашего прекраснейшего направления, Sky World Community, Бельгия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург у меня, вот пишут, здравствуйте, почему такая, здравствуйте, почему такая, отлично, поехали. Заставка прекрасная. Анатолий Гладович Юницкий, прекраснейший человек, мы его все прекрасно знаем очень и любим этого человека, я вообще как в случае горжусь, что я с ним знаком лично и неоднократно уже с ним встречался и всевозможные моменты решал. Человек продвинутый, человек целеустремленный, много знающий и много всегда, как это, не скрывающий информации, а много делящийся, вот так я бы сказал, информацией. И очень такой приятный человек в общении и очень приятно, что я с ним лично знаком и неоднократно был участником всевозможных встреч деловых и всевозможных встреч еще и по нашему направлению. И для тех, кто будет смотреть записи, Анатолий Гладович Юницкий, он же генеральный конструктор, конструктор нашей инновационной технологии, изобретатель, на его сайте инженер.ком, юницкийинженер.ком, много-много-много-много-много полезнейшей информации об этом прекраснейшем человеке. Почему я с удовольствием и неоднократно повторяю прекраснейший человек, потому что он действительно светлый человек и целеустремленный человек и такой, знаете, не сбиваемый с курса. При всем, при том, если кто-то читал его, я дальше покажу еще раз все-таки эту книгу, и те, кто-то читал его биографию, вот в данном случае Анатолий Гладович держит биографическую книгу в руках, там очень много написано о его именно таких и падениях, и взлетах, и при этом при всем таком сильнейшем, можно сказать, на таком сильнейшем напряге, вот так я бы сказал, по жизненному пути, он все равно неустанно ведет эту цель свою в жизнь, до конца ведет, и, видимо, и я теперь понимаю точно, что именно эта душа пришла в это тело для того, чтобы сделать и перейти в новое русло, именно помочь Земле перейти и всему человечеству в новое такое прекрасное пространство непосредственно вот именно этого струнного транспорта. Сейчас мы на этом слайде как раз видим именно реальные фотографии действующих моделей транспортных средств Юницкий Стринг Технологии, струнные транспорты Юницкого, и это уже реальные фотографии, мы используем уже реальные фотографии, и я очень рад, вот здесь, я так понимаю, что пошла запись еще и в интернете, очень приятно, хорошо, отлично, в интернете трансляции тоже пошла, это мы уже используем реальные фотографии, не используем те чертежи и те всевозможные рисунки, которые были ранее, единственное, мы используем вот графическое изображение того модельного ряда, который у нас есть, а мы знаем, что у нас более 11 моделей, из них 8 уже сертифицированы, да, и самая такая последняя модель Юниконд, вы видите, грузовая модель, она мне очень нравится, не говоря уже, конечно, о Юниверсах и Юникарах, это модельный ряд монорельсовых малого класса, среднего класса, большого класса для перевозки от 7 до 168 человек, при сочлененном варианте, это тоже прекрасная модель, но больше всего мне нравится вот именно эта модель Юникон, потому что она, я бы сказал так, трансформер, и она очень удачная и очень востребованная, и именно модель, это мое мнение, мое мнение, хотя мнение мое совпадает с моими коллегами, что именно эта модель даст фору всем, даст фору всем, почему, потому что она, получается, унифицированная модель, она же Юниконд, который перевозит контейнеры, и она же, это модель Юниконта, которая может перевозить модуль с пассажирами, и спасибо большое нашему эко-технопарку в Мариной горке, для тех, кто не знает, посмотрите, когда мы уже там, произведя эту машину на новой совершенно усовершенствованной шасси, а вы знаете, да, сам Анатолий Леодович сделал видео, записал видео, где он говорил о новизне в шасси, да, и эта новизна он как раз нам показал не только в шасси, но и в корпусе, и в разных деталях, и вообще в унифицированном таком техническом, технически унифицированной машине, я бы сказал так, не умная машина, и эта машина для перевозки именно контейнеров. В данном случае, вы видите, контейнер очень много вопросов задал, почему он такой в уменьшенном виде, но на это не нужно обращать внимание, обращать нужно внимание самое главное на машину, то есть машина в действии, машина в эксплуатации, машина как в таком, в тестировании, и вот вы видите, она перевозит этот контейнер, такой ужатый контейнер, но что-то мне подсказывает, что именно такого класса контейнеры, потому что мини-перевозки, они очень востребованы тоже, а это контейнер такой с мини-перевозками, да, и заявленное нами, вот вы видите, как раз на этом контейнере написано, что 1 доллар за 100 километров перевоза, как бы 100 тонн за километр, 1 доллар 100 тонн километр, вот так, в пересчете, грубо говоря, это реальная цифра, которая, ну, в реальности мы можем именно заказчику предоставить ближайшее, прям ближайшее будущее, это прям вот наше, наше, вот, я бы даже сказал не будущее, а сегодняшнее, и почему именно Unicorn-то мне нравится, я как-то 3 или 4 или 5 презентаций назад говорил об этом, что вот именно на пятки нам наступает, хотя это, еще раз, прям уделю этому вниманию, первый уровень, мы на втором уровне, мы далеко ушли уже, но вот именно этот модельный концерн, визион Мерседеса, где он показал, именно Мерседес показал электромобиль, база которого осталась единая, а меняется только верхний модуль, модуль пассажирский и модуль грузовой, еще раз подтвердил, что мы на правильном пути именно в этом плане, но мы на втором уровне, то есть мы, хотя, коллеги, имейте в виду, что мы тоже электрический автомобиль, да, у нас потому что электромотор, и мы полностью передвигаемся на электричестве, поэтому, когда Мерседес выдал такую информацию в информационное поле о том, что он будет производить такую модель с заменой двух модулей, да, на пассажирскую и на грузовую, я был очень рад, потому что мы на порядок далеко ушли, и Антон Ладович, это было еще раз подтверждение тому, что Антон Ладович правильно смотрит вперед, и те вещи, которые мы делаем, это очень правильно, потому что, ну, потому что сама ситуация подсказывает, и та ситуация именно, когда мы были, вот на данной фотографии вы видите, с моими коллегами, Кристиан Ван Девувер сейчас амбассадор в Нигерии, да, в Африке, Кат Якобс, менеджер по коммуникации, когда мы были вот именно в Антверпенпорт, в порту Антверпена, мы очень долго, вообще, вообще мы с ним контактировали очень много раз, и в итоге вот в последний раз я попросил Владимира Марковича Маслова и Марка приехать и помочь мне тоже в этом, в этом, как бы, в этой встрече, вот так, помочь мне в этой встрече, потому что дискуссия была серьезная, дискуссия была очень продуктивная, мы посетили полностью весь порт, просмотрели все-все-все-все моменты, проговорили очень много в этом красивейшем здании, на левой фотографии наверху, это их офис, французский дизайнер оставил здание, нижнее, 18-го, по-моему, века, в первозданном виде, а сверху пристроил такой вот флагман корабля. Мы очень много проговорили чего, и остановились на самом главном, и остановились на важном, что именно Антверпенскому порту это необходимо, необходимо, и приняли решение, что вернемся обратно к этому вопросу именно тогда, когда Unicorn будет полностью протестирован и сделан, и показан, что и сейчас и происходит, почему я и говорю, что я очень этому рад. Мы вернемся к этому вопросу в ближайшее время, как раз вы видите меня на фотографии, я показываю трассировку из точки А, это ко второму порту Антверпенпорт и Брюге. Вот, поэтому те фотографии, которые мы имеем, нашего прекрасного, это реальные фотографии нашего прекрасного вида транспорта, юницкий стринг технологий, струнные транспорты юницкого. Мне очень нравится эта фотография, где наш фотограф запечатлел именно шесть видов подвесных, навесных, монорельсовых, бирельсовых видов транспорта. И вот на заднем плане мы как раз видим наш маленький малыш, Univind за Unibike за жесткой путевой структурой. И очень горд я и честно вам хочу сказать, что это действительно факт, и те, кто не поддерживает это, могут тогда посоревноваться, посидеть в BMW, Audi и других автомобилях, а у нас это электромашина, можно сказать, второго уровня, то качество именно произведенного внутри, не говоря уже о качестве вообще этой машины, вы видите в данном случае тропический тип машины, она очень сложная со своей кондиционированием и со своей вообще структурой технической сложной, потому что в Арабских Эмиратах эта машина сделана была специально для Арабских Эмиратов, особые климатические условия, я бы вот так сказал. Поэтому эта машина сделана была особенно, и у нее особенный обдув, климатическая система, и вообще все составляющие именно сделаны под ту климатическую структуру, не говоря уже об обдуве. Рельс четырех со всех сторон, сзади, спереди, двойная, да, не говоря уже о внутренней отделке, очень качественной. И, естественно, конечно, городского типа, вот вы видите на данном слайде городского типа для передвижения как сидя, так и стоя Юнибуса. Это тоже модель, она тоже приятная внутри, но она более упрощенная, потому что вот в недавнем времени, когда мы посещали один из центральных городов России, то в Министерстве транспорта задали вопрос, мы показывали видео и слайды именно тропического вида нашу машину, они задали вопрос о том, что нет ли попроще и более такая вот есть, эти машины есть, поэтому у нас и существует модельный ряд из 11 моделей, для того, чтобы любая заявка была исполнена, не говоря уже о том, что мы можем перешагнуть через реку, которая существует в наших центральных городах, Москва, река, Нева, мы можем шагнуть. Еще раз обращу внимание на книгу «Инженер», вот внизу ссылочка там, где можно ее заказать, для тех, кто не заказал, закажите, коллеги, потому что эта книга должна быть на столе. Эта книга напечатана в небольшом количестве, поэтому эту книгу, там очень хорошие отзывы о ней и очень хорошая вообще книга должна быть вот так, как это, знаете, на столе, на стольной книге, потому что именно в этой книге Антон Львадович сам, лично автор, написал правдивые вещи о том, как технология, я бы так сказал, становление технологии на ночь, то есть как взрослела технология и насколько, и даже в некоторых моментах он прописал, что будет с технологией в ближайшее время. И, знаете, из истории все то, что говорит Антон Львадович, и все те события, которые происходят, соответственно, естественно, с определенными моментами, составляющими, мы никуда не можем деться от событий, которые происходят в мире, но тем не менее технология не, как это, пропала, технология не ушла, технология развивается, идет вперед уверенными, такими четкими шагами. Это очень позитивно, и те, кто берездит или немножечко как бы сомневается, ну, значит, вам нужно немножко подождать, и когда время придет, вы тогда скажете, что да, это имеет место быть. А мы работаем в этом направлении, и, во всяком случае, я делаю все возможное и стараюсь этому следовать, что, естественно, и делают мои коллеги. В данном случае могу подтверждение, как к этому сказать о том, что Франтишек Солар и Владимир Масло сейчас находятся во Вьетнаме в деловой поездке, попали, конечно, в такую передлягу серьезнейшую, и никогда так долго, Владимир Маркович говорит, никогда так долго я не находился в отеле в четырех стенах. Они приехали две недели, вы знаете, отбыли в карантине, при этом изменилась там ситуация, еще неделю пробыли в карантине, и при изменении, при переезде из одного отеля в другой, как оказалось, нужно было еще, в общем, они еще, получилось, в общей сложности, до 28-го числа они там, в общей сложности у них осталось очень мало времени, но, тем не менее, оно просто забито, и вот на сегодняшний день они работают, в общем, денно и ночно, денно и ночно, и некоторые моменты потом еще Владимир Маркович откроет. Как и в нашей истории, как и в нашей развитии нашей компании, у нас есть моменты, которые история еще будет говорить, не говоря уже о смешных моментах и таких печальных моментах, но тем не менее. Все мы помним, я хотел бы еще раз напомнить, начало нашего строительства, нашего экотехнопарка, это вот такой был знаменательный день, когда закапывали капсулу, капсулу послания нашим потомкам, эту капсулу в скором времени, мы уже первую капсулу будем откапывать, я буду с удовольствием тоже ее читать, и тогда, если в то время это было вот такое вот необузданное поле, да, помните, то на сегодняшний день мы имеем вот прекраснейший экотехнопарк, для тех, кто не знает, наберите, те, кто будут смотреть впервые, наберите в интернете, экотехнопарк, очень много об этом есть информации, это наш демонстрационный, сертификационный и, ну, я бы сказал так, шоурум, или не очень люблю это слово полигон, место, место, где мы демонстрируем, сертифицируем, апробируем, полностью тестируем и делаем апробацию, в общем, прогон такой, прогон, делаем прогон нашей техники, нашей полностью, всего нашего модельного ряда, и вот Unicont здесь тоже был, и не только мы прогоняем на этом месте и тестируем, и отрабатываем все моменты технические, очень много моментов, которые не говорится, ребят, в ближайшее время, я думаю, что будет потихонечку-потихонечку будет открываться, потому что иногда Антон Лядович проговаривает какие-то моменты, тоже сам в видео, которое он делает, я слышу эти моменты, но именно здесь, в Мариной Горке, это Марина Горка, место называется, деревня Марина Горка, 60 километров от Минска, Минск, это Беларусь, для тех, кто будет смотреть записи, много очень иностранцев смотрит, именно здесь еще и проходит конференция, конференция «Экокосмодом», и вот на одной из конференций мне удалось, довелось побывать, нам довелось побывать, Владимир Маслов, вы видите сзади, Алексей Суходоев, Евгений Кудряшов, я, Ирина Волкова, и на этой конференции «Экокосмодом» я первый раз, можно сказать, так обширно и так подробно узнал об этом направлении Spaceway, это важное направление, очень важное направление, друзья, и именно на этой конференции я познакомился, вот Кусейн Аль-Махмуд, генеральный директор Американского университета Шарджи, мы сейчас его очень хорошо теперь знаем, прекраснейший человек с великолепным юмором, с таким красивым юмором, очень добродушный и в то же время целеустремленный, человек, знающий и понимающий, что он делает, это очень важно, это очень важно в нашем деле, которое мы делаем, да, и первая реализация на практике мы помним, это были озера, где вот наш ЗИЛ-131 бороздил именно эту путевую структуру, и мы получили тогда очень хорошие результаты, заложили первый камень, пускай он был такой большой, огромадный, но тем не менее первый камень нулевого километра тоже, да, был заложен там, но в экотехнопарке в Малиной горке мы заложили другой камень, уже более благородный, более современный, такой гаджет, можно сказать, такой современный, где Анатолий Владимирович проложил, именно вот на левой фотографии, там, как это, показал, показало историческое развитие именно структуры дороги, первая была эта брусчатка, потом булыжники, потом асфальт, железная дорога, и мы пришли к Skyway, именно к нашему инновационному транспорту, вот к этому прекраснейшему транспорту, который вы сейчас видите на фотографиях, бирельсовый, монорельсовый, слева вы видите трассу для колтюбинговой трубой, это трасса для Юнивинда, Юнивинда нашего малыша, такого прекрасного малыша, который еще покажет свое, и мы еще увидим, как он прекрасно передвигается, да. Вот, мы все прекрасно знаем, что у нас наш транспорт имеет зрение, умное зрение, и это наша разработка, и мы, в принципе, можем этим гордиться, потому что, ну, великолепно отслеживает все то, что происходит перед, и реагирует своевременно, и мы знаем видео, есть такое с Антоли Адовичем, где Антоли Адович босиком по траве, да, двигается и, двигается и делает свои дела, делает, показывает нам, как работает эта система. Вот, идем дальше. Ага, все, заработал, что-то видео отключилось. Так, теперь самое главное, что компания переходит уже в группу компании Skyway, мы это уже знаем, да, такой крупнейший холдинг, включающий в себя GTI-компанию, Global Transport Investment, E-RSS Holding 1, E-RSS Holding 2, E-RSS Holding 3, зоо-струнные технологии, GreenTech и так далее, и так далее. Кому интересно, можете эту информацию найти, она не закрытая. Как устроен именно Skyway или как устроен рельс, мы прекрасно об этом знаем уже, о том, что этот рельс у нас необычный, он армирован напряженными струнами, да, пучками натянутых стальных тросов, где мы показываем плавность движения транспорта, и она, конечно, это плавность в 120 раз выше, чем у автомобильных шин на дороге. Вот мы видим сейчас сравнение нашего рельса с рельсом обычной железной дороги. Мы совершенно другие, не говоря уже про путевую структуру и про… Сейчас мы перейдем на следующий слайд, да, и не говоря уже про вообще рельс как таковой, потому что мы совершенно другие, мы другие вообще в априори. Вот, так, сейчас мы включим второй слайд у нас, есть, пошло, идем дальше, отлично. Мы в априори другие, да, основа, ага, надо будет сейчас перезайти, да, надо будет, наверное, скорее всего, у нас время заканчивается, но тем не менее, сейчас попробуем мы… Основа нашего рельса – это, получается, именно является технологический вариант вот этой конструкции рельс струны. В разрезе все понятно, все видно, как она устроена, струна, наполнитель, корпус и сам непосредственно головка рельса. Вот, у нас, мы имеем несколько типов струнных рельсов, мы это уже знаем, для определенного вида транспорта. И, соответственно, конечно, мы другие. Если посмотреть по схематично с обычным рельсом и нашей путевой структурой, то пятно качения у нас совершенно другое, мы, у нас электропередачи, идет передача рельс, колесо, токосъем идет. И плюс совершенно, ну, в общем-то, мы совершенно другие, друзья, то есть вообще совершенно другие. Есть прекрасное, как раз в Ютубе есть видео, именно говорящие, показывающие в этом направлении, насколько мы вообще коренным образом отличаемся от обычной железной дороги. Электродвигатель. Как устроен Skyway? У нас есть электродвигатель, мы знаем. Электродвигатель, он тоже усовершенствовался неоднократно, получая определенные преимущества. Мотор у нас 60-киловаттный появился, и мы соединились полуосью и ушли при этом от вибраций, колебаний и всевозможных шумов. И при этом мы знаем, что у нас колесо оделось вот в такую вот нанорезину, красивую нанорезину, которая тоже позволяет нам бесшумно передвигаться. При этом еще у нас модернизировалась противосходная система. В одном из роликов Анатолий Радыч говорил об этом, что противосходная система давала энное количество шума, при этом пришлось ее модернизировать. Корпус у нас просто великолепен. Корпус необычен у нас, потому что это вообще как бы не корпус, а, можно сказать, капля такая, жизненная капля, где мы именно посредством этого прекрасного корпуса достигли коэффициента аэродинамического сопротивления очень хорошие 0,075. Это получается выше, в пять раз выше, чем у самых быстрых автомобилей, допустим, возьмем Бугатти. И мы знаем прекрасно, очень хорошо, что аэродинамику мы, аэродинамических таких сопротивлений достигли, именно продувая наши модели именно в аэродинамической трубе в Санкт-Петербурге. Неоднократно это было, неоднократно мы продували. Все мы прекрасно помним, помним и получили вот такую прекрасную модель нашего высокоскоростного юнибуса, U4-362. Вот, экологическая составляющая у нас прекрасная, об этом есть очень хорошие слайды, и есть у нас брошюра именно по эко-составляющей. Производственный комплекс SkyWay, я бы сказал так, что не завод, а такое специальное конструкторско-технологическое бюро мы имеем. И на этом конструкторско-технологическом бюро, именно в этом конструкторско-технологическом бюро, мы выпускаем комплектующие детали, тестируем механические узлы, испытываем промышленные образцы, и потом их выпускаем в жизнь, уже как бы до-тестируя уже в эко-технопарке. При этом все мы прекрасно знаем о том, что мы на сегодняшний день имеем наш девятиэтажный, вот такое наше здание. Я точно говорю, что это наше здание, потому что оно действительно наше, Юницкий Стринг Технологич. Где собраны Юницкий Стринг Технологич? То есть, вот вы видите на верхнем этаже надпись, и руководит этим всем генеральный директор за устроенной технологии Надежда Косарева. Это супруга Анатолия Юницкого. Как-то Анатолий Юницкий в своем и одном из интервью сказал, что в мою жизнь пришла надежда. Но он имел в виду, что второй раз пришла надежда в виде супруги. Супруга его во всем практически поддерживает, и это радостно. Инженерный состав у нас, мы знаем из слов Надежды Геннадьевны в последнем интервью, немножко поуменьшился. У нас с тысячи человек осталось 650, в пандемию произошел небольшой спад, но тем не менее остался такой самый-самый костяк самых таких инженеров, которые именно и необходим для нас. То есть, мы удержали такой основной костяк, и это радует. 650 инженеров у нас осталось, и мы делаем вот такие вот, сами, кстати, делаем органичные сидения, вот так я бы сказал, да. Они очень красивые, и в них очень приятно сидеть, я вам честно скажу, потому что я сам лично сидел в этом сидении, и они такие органичные именно по телу. И качество, качество, конечно, очень хорошее, вот с Евгением Кудряшовым как раз мы показываем большими пальцами, насколько это хорошо. И сам Анатолий Градович подтвердил, именно по лицу можно Анатолию Градовичу определить, что он доволен качеством и вообще существующим. То, что мы делаем, а за то, что мы делаем, нам, друзья, не стыдно, правильно, да? Вот. И большое спасибо Анатолию Градовичу за то, что вот будучи еще студентом, он с тех времен, рисуя чертежи, рисуя рисунки, делая чертежи, расчеты, Анатолий Градович в серединке, он неустанно продолжает и продолжает, продолжает продвигать именно эту технологию в жизнь. Я очень благодарен этому человеку и вообще благодарен, что судьба свела нас именно посредством этой технологии. Очень хорошие показатели и очень хорошие фотографии. Сейчас приходят Шарджи, вы знаете, это наш, я бы сказал так, демонстрационный тоже центр и в то же время сертификационный тоже. Мы очень хорошие фотографии получаем и видим, и информации сейчас очень много оттуда приходит, что позитивные информации, говорящие о том, что все движется, все-таки движется, движется и движется вперед. Хотя в сегодняшнюю ситуацию очень многие, 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 многие компании теперь более не существуют. И можно даже зайти через спутник, посмотреть именно на продвижение. Вот красными линиями показана как раз наша путевая структура, которая построена в Шарджи. В ближайшее время мы увидим и услышим много информации об этом. И вы знаете, что мы перешли на следующий этап развития, и в ближайшее время будет еще информация о переходе. И мы подходим к решающей нашей точке, к открытию второй двери развитию нашей компании, очень серьезнейшей двери. Хотя, в принципе, мы уже в эту дверь зашли, и там уже работаем, и показываем всему миру, и рассказываем о нашем прекрасном виде транспорта. И вот эти фотографии, подтверждающие о том, что именно этот вид транспорта наш в жизни работает, существует. Для тех, кто скептики, или тех, кто махает рукой, или говорят, ну да, им нужно просто подождать, посмотреть, как мы это сделаем, и как мы выйдем на рынок. А далее уже им решать, что делать в той или иной ситуации. А мы в любом случае двигаемся, двигаемся не просто, а идем уверенно даже в это такое неспокойное время. И я вот в ближайшее время даже буквально прямо позавчера узнал такую информацию о том, что вот компания, которая, одна из компаний, которая сдавала в аэропорту автомобили в аренду, Hertz такая была по всему миру, она, я сам лично брал в Словакии машинку, мы ездили, когда мы были в очередной раз на конференции. Я брал машину именно, и этой компании больше не существует. И многие, и многие другие компании, это к чему я говорю? К тому, что мы все-таки в этой ситуации уверенно, пускай немножечко, чуть-чуть сбавили ход, но мы все равно уверенно и четко идем вперед. И очень хорошо работаем, вы видите, по работе, вот сейчас во Вьетнаме, из Вьетнама будут новости, новости будут из других стран, новости будут из Арабских Эмиратов. И некоторые новости, о которых примет решение рассказать Анатолий Дуадыч и Надежда Кострева, тоже будут публиковываться. И как минимум, как минимум три проекта, я знаю даже больше, будет, трем проектам будет дана огласка. И я тоже работаю в этом направлении и знаю точно о той заинтересованности именно высокопоставленных людей. Не просто заинтересованности, а люди взяли полностью все в свои руки и сказали, что этому место быть. И я, один из таких людей, высокопоставленных, он сказал, что нет, вы знаете, достаточно уже этого транспорта на земле. Вы знаете, я вижу в этом виде транспорта действительно переворот вообще всего. И сказал, что я сделаю все, возможно и невозможно, и он это делает. И я очень рад, вы знаете, что все-таки проходит переворот у людей в голове. Вот так бы я сказал. Вот, дорогие друзья, значит, все-таки мы так проработали нашу такую презентацию, как смогли, да, в таких полувоенных условиях, но тем не менее мы проработали. Мы молодцы. Вот, запись у нас есть. И работаем дальше, работаем дальше, движемся дальше, как это, несем информацию в жизнь и делаем все для того, чтобы именно в этом году, а я знаю точно, что именно в этом году у нас будет фурор вообще. Независимо от ситуации, которая происходит вокруг, видимо, ангелы ведут, не видимо, а точно ангелы ведут эту технологию, и мы этому помогаем. Мы этому помогаем, а все остальное, все, кто думают, смотрят, подсматривают или еще в ожидании, ну, пускай подсматривают в ожидании и еще что-то там делают. А мы делаем то дело, которое, то предназначение и то дело, которое мы должны делать, правильно? Все, друзья, всех нам благ, до следующего раза. Надеюсь, что в следующий раз у нас все четко сработает, будет очень красиво и видео, и презентацию, потому что сегодня получилось так, на полувоенных условиях, но тем не менее мы все сделали. Все, друзья, всем спасибо, всех нам благ и до следующего раза.